Ну что, дорогие братья и сестры, приветствую вас всех. Сегодня у нас такой необычный формат. Ну что, давайте по традиции начнем с сегодняшнего чтения. Сегодня у нас читали в храме Евангелие. О чем читали Евангелие, кто скажет? Во, молодцы. Ну хорошо, что хоть одно и то же читают. Как-то, знаете, был такой случай у нас в Оптины. В воскресной Евангелии, в алтаре слушаю, и диакон такой очень хорошо читает. И у меня такая мысль какая-то, прям такая вселенская. Думаю, как же здорово, что вся православная церковь в этот день единый читает одно и то же Евангелие. Потом заходит, говорит, слушайте, я, похоже, не то прочитал. То есть действительно он ошибся. Я ему тогда, когда рассказал, действительно такая прям мысль была, вот пришла, думаю, как же здорово, оказалось, он ошибся. И вся православная церковь читала другое. Вот, притча о сеятеле. Мне, честно сказать, вот эта притча самая, наверное, любимая в Евангелии. Ну, если так вообще можно сказать. Ну, просто вот она как-то, какая-то для меня радостная. Тоже как-то много о ней думал, размышлял, много толкований на нее разных есть. Ну, надо о чем сказать? Что, собственно, это притча, о которой Господь сказал, что когда ученики спросили о ней, то есть что это означает, он сказал такую важную вещь, что как, если вы эту притчу не можете понять, то как вообще другие поймете? То есть вот, по идее, вот в этой притче есть ключ, некий ключ к пониманию вообще слов Христа, вот так можно сказать. И эта притча, она встречается во всех синаптических Евангелиях с некими добавками. То есть, ну, стоит обратить внимание на нее, потому что, действительно, если так Господь сказал о ее важности, то надо как-то в нее вникать. Вот, опять же, он здесь говорит такую важную вещь, что вам, то есть ученикам, которые рядом с ним, дано есть разуметь тайны Царствия Небесного, то есть который в притчах, а внешним, которые находятся вовне, то есть для них это закрыто. То есть вот представьте, вот, каждый из нас получает каждый день в какие-то сундуки с огромным каким-то несметным сокровищем. Но открыть его мы не можем. Вот представьте, у каждого из вас там стоит Евангелие, и, считай, вся комната, представьте, просто вся комната завалена этими сундуками, какими-нибудь там титановыми, там закрытыми плотно, и в каждом из них огромные какие-то там суммы с бриллиантами, с золотом, с серебром и так далее. А открыть не можем. И вот человек вот так вот читает Евангелие, читает постоянно, и он понимает, что это действительно нужно, что это важно, все об этом говорят. А добраться до сокровища не может. То есть оно так и получается, что оно у него есть вроде, но никак не воспользоваться им. И со временем получается тот такой результат, что человек постепенно начинает охладевать. Он говорит, ну а что такого, ну зачем мне это все, если я все равно не чувствую вот этой благодати, Слово Божие, оно мне как-то не меняет меня. И в итоге сначала человек начинает так холодно читать по голове в день, если вообще до этого читал, а потом вообще перестает читать. А вот в этой притче Господь говорит важную вещь, наверное, такую фундаментальную. То, что Он разделяет людей, заведите, интересно разделяет. Казалось бы, у нас сейчас не принято так вообще говорить, думать. Отделение людей на хороших, плохих, средних. А Господь именно это и делает. То есть Он разделяет все человечество на некие категории. В данном случае это вот четыре категории, которые первые — это которые слышат Слово Божие, и как это семя падает при дороге, так оно не попадает на сердце. И враг его похищает. Кстати, тоже такой интересный момент, что Сатана похищает Слово. То есть каждый из нас слышит Слово, но если его слышать невнимательно, то приходит Сатана и выкрадывает это Слово. Тоже не совсем много толкований, достаточно так очень мало об этом говорится, но так вот просто подумать, что Сатана постоянно рядом с человеком находится и ловит тот момент, когда похитит Слово. То есть надо обратить на это внимание. Это такой момент очень настораживает, должен настораживать. То есть Сатана, в отличие от многих из нас, понимает, насколько ценно это все, это сокровище, насколько оно ценно, и как оно может человека изменить. И при этом может препятствовать очень серьезно, незаметно, выкрадывать как бы. Мы даже и понять не сможем. Вроде послушали Евангелие, пришли домой, думали, а о чем вообще сегодня Евангелие было? Вот преподобный Серафим Саровский очень часто спрашивал у сестер Дивеевской общины, говорит, а о чем Евангелие было-то сегодня? То есть действительно получается так, что иногда даже не вспомнить, потому что Сатана увидел, что человек невнимательно услышал и похитил. И Господь разделяет все человечество, именно, вот внимание, здесь важный момент, самый важный, наверное, по тому, как человек относится к Слову Божию. Вот есть вот этот дар, который Господь дает миру, и есть люди, которые по-разному к нему относятся. Вот в Евангелии от Иоанна Господь говорит другое, уже по-другому, но о том же самом, что только тот любит меня, кто имеет заповеди мои, имеющие заповеди мои и соблюдающие, тот любит меня. И, соответственно, кто не соблюдает заповеди, а чтобы их соблюдать, нужно знать, знать, слышать Слово Божие. Тот, кто не соблюдает, тот, соответственно, не любит меня. И все, и здесь уже, понимаете, можно приводить очень много разных отговорок. Ну, я люблю Господа, я все делаю, пытаюсь делать. А когда касается Слова Божия, тут сразу такой затык начинается. Ты иногда спрашиваешь у человека, ты читаешь Слово Божие? Да, читаю. А сколько? Глав Евангелия от Матфея. И некоторые прям теряются, даже не знают, что сказать. Ну, казалось бы, если человек читает действительно постоянно, он должен такие вещи знать. Это как, сколько комнат у тебя в квартире, или какого цвета у твоей жены глаза там, да? Казалось бы, да, но я люблю жену, там, ну, кто-то может сказать, я ее там обожаю. Ну, а какого цвета-то глаза у нее? Если человек даже не знает этого, то, ну, как-то странно, что-то подозрительно. Так и вот здесь со Словом Божиим тоже. Это очень, ну, часто не нравится людям, когда вот им такое говоришь, потому что, вот, понимаете, вот вера для многих – это нечто такое, какое-то абстрактное, что-то такое неуловимое. То есть это так хочется так понимать, потому что ты никак не проверишь вроде, и тебя никто никак не проверит. Ну, вроде ты верующий человек, вроде там по внешним признакам подходишь под эту категорию, а вот кто проверит, что в душе? Никто не проверит. И поэтому иногда часто вот пытаемся вот в эту темноту зайти, в эту тень, чтобы вроде как бы и для самих себя, чтобы себя вроде совесть не мучила, и другие ничего не знали. А когда начинаешь конкретно выяснять, вот, любовь, любовь ко Христу, в чем она у тебя выражается? То есть, вот в чем. То есть, если нет любви к Слову Божию, это уже серьезный признак того, что что-то не так. Вот. И здесь, знаете, тоже не обязательно даже речь идет о постоянном чтении, вот постоянном прямо-то чтении Слова Божия. Потому что изучение, изучение закона Божия день и ночь, о котором говорил вот царь Давид в первом псалме, что блажен муж, который получается в законе день и ночь. Вот. Это не означает то, что он постоянно читает. Это означает то, что, я даже как вот сказать, вот мой любимый пример – это Мария Египетская. Уже не раз кто был на беседах, мы все время этот пример как-то рассматривали. Вот старец Зосимовского засвидетельствовал, она засвидетельствовала старцу Зосиме, который спрашивал у него, где она изучала Слово Божие, Священное Писание. Она говорит, я его вообще в руках не держал никогда, я никогда не читала. Но Дух Святой, который действует во мне, он через меня говорит словами Священного Писания. То есть так или иначе, если жизнь человека соответствует заповедям Христовым, то у него возникает некое притяжение, как магниты притягиваются к железу, так и душа, любящая Христа, она притягивается к Слову Божию. И вот в сегодняшнем чтении не было этой Евангелии от Луки, а в Евангелии от Марка там Господь еще такую сделает вставочку, говорит о том, что почему вот люди не слышали, для некоторых людей вот эта притча вся темная, как бы они не понимают смысла, потому что они, как там, ну перевод такой очень темный там на самом деле, но смысл его такой, что они не хотят обратиться, и чтобы оставились им грехи. То есть это говорит о чем? Что если у человека в душе есть какие-то пороки, какие-то страсти нераскаянные, которые он постоянно культивирует у себя внутри, то Слово Божие, оно не может найти места в этом человеке. Вот удивительный факт, но это уже чисто из такой внутренней духовной жизни каждого. Вот есть такой момент, наверняка многие замечали за собой, что стоит только совершить какой-нибудь поступок, ну такой серьезный, нехороший, нарушение какой-нибудь заповеди, то Евангелие, который у тебя вот лежал на столе, который так с легкостью открывал, ты уже к нему не так, не с такой легкостью приходишь, уже тяжело его открыть. Это действительно так, это вот Слово Божие, изучение Слова Божие, это дар, дар, который человеку дается именно от Бога. И, как сказано, в злохудожную душу, то есть в нечистую душу, не внидит премудрость, то есть благодать Святого Духа. И человек вот, вроде, казалось бы, ну что проще, открыть, взять, открыть Евангелие там, почитать. А не тут-то было. Не каждому это дается вот еще. Хотя человек и понимает это, и знает, но на опыте, на собственном опыте могу сказать, что если ты открыл Евангелие, вот каждый из нас, если мы открыли его, его читаем, это уже говорит о том, что Господь нам вот этот дар, вот этот дар сейчас, в данный момент, нам его предоставил. Такой вопрос, это положение нищим духом, вот это вот нищие духом, я вообще не понимаю, что это изначально? Ну, смотрите, вот вообще, вот если брать Нагорную проповедь, Нагорную проповедь, я не знаю, слышали вы, нет, о таком, я, кстати, тоже не так давно это услышал, вот что вообще такое Нагорная проповедь? Это, просто я издалека немножко начну, что были там, вот как сказать лучше, ну, в Израиле были некие учителя в Израиле, то есть ходили там, проповедовали, и каждая из них имела, как бы, набор учеников своих, то есть группу определенную, и, знаете, как вот партия есть, вот партия, у каждой партии политической должен быть некий, как он называется-то, устав и, ну, программа, вот программа, то есть программа партии, то есть человек, который вступает в партию, он должен сразу понимать, что куда движутся все эти люди. Так вот, и в Израиле был такой обычай, что если появлялся какой-то ученик, он должен озвучить свою программу, то есть программу партии, как бы, да, и все, кто вступает в число его учеников, должны, как бы, ну, услышать это. И вот эта Нагорная проповедь, вот она очень краткая, то есть там вот эти пункты, они как раз и касались всего учения, то есть она как бы вбирает все учение, вот это вот. Некоторые называют это лестницей, то есть вот нищий духом, как бы считается, что это первая ступень. Что такое нищий духом? Это, собственно, то состояние души, которое расположено к ученичеству, то есть вот не может человек, допустим, быть богатым, и прийти, миллионер, допустим, не может прийти куда-нибудь там в пятерочку и сказать, можно устроиться вам на кассу, я буду зарабатывать. У него все есть, ему не надо зарабатывать. То есть чтобы ему зарабатывать, ему надо обнищать, ну, минимум, то есть или понять, что он нищий. И вот само учение Христа, оно подразумевает то, что человек как бы входит, должен войти в некое состояние, когда он для себя должен решить, что есть нечто такое, что у него нету, что он еще пока не понимает. То есть вот многие, кто пытались прийти к христианству, уже изначально неся какой-то багаж свой прошлой жизни, то есть они там какие-то были или ученые там, или кто там, ну, то есть люди, которые считались, что они интеллигентные какие-то, у них там и так они все знают, им никто там не указ, и когда они приходили в христианство, они просто там ничего не получали, потому что у них изначально было состояние такое, которое не подразумевает получение нечто. Знаете, как есть, даже такая китайская пословица, не знаю, может, не совсем к месту, но она как раз говорит, что пустая бутылка, она булькает всегда, то есть полупустая, а полная, полная она молчит всегда, то есть прежде чем что-то получить, и должен освободить место, то есть вылить как бы вот эту мутную воду и заново эту кристально чистую евангельскую животворяющую воду вот эту в себя вместить. ну это как бы в общем, да, а конкретно блаженный нищий духом и что это состояние какое-то, это действительно уже, оно, знаете, ну я как это, как лично я вижу, вот, духовная нищета, она по тому, как человек идет, поднимается по этой лестнице, она все больше и больше ему открывается, то есть это не то, что ты вот все, я теперь нищий духом, тебе там экзамен сдал, расписался, все, тебе печать в этот диплом поставили, все, теперь давай в следующий класс переходи, не так, не бывает, то есть ты изначально вот как бы это понял, ощутил, то, что чтобы принять Христа, нужно обнищать, то есть стать неким, то есть продать все свое имение, вот то, что было у тебя, все твои взгляды какие-то, потому что прошлое, все, что у нас есть, это, ну как святые отцы говорят, что это добро смешано со злом, то есть перемешано, даже если то, что у нас есть доброе, оно смешано с ядом и само по себе становится уже отравленным, поэтому если мы хотим на каком-то участке, который, допустим, был заражен какими-то там химикатами, мы сначала должны всю эту землю вывести, завести новую и только тогда что-то уже сеять, нельзя сеять на старой земле, вот, собственно, в этом первая степень, нищета духа, который дает возможность человеку дальше двигаться. Такой тоже сложный вопрос, многие тоже не понимают, но действительно это непросто понять те же самые слова спасителя о том, что враги человеку это его домашние, казалось бы, это просто противоречит всем мыслимым, немыслимым нормам, ну как так, вот, казалось бы, у нас с детства понятие, что есть семья, это как бы самое-самое ценное, самое драгоценное то, что у нас есть у каждого из нас, а тут Господь говорит совершенно такие, как бы, с виду, казалось бы, дикие вещи, что мы должны возненавидеть отца, возненавидеть матерь, причем это говорит, это не монаши стоящим, как сейчас принято часто так слышать, это говорит всем, Евангелие, она как раз для всех вот в этом плане, кто возненавидит отца или матерь, тот не может быть и сестер, и братья, и так далее, тот не может быть моим учеником, кстати, интересно, что в другом месте он говорит, что кто оставит ради меня Евангелие, это все, и жену, и чадо, и так далее, тот получит, тот в будущем веке получит и села, и братьев, и сестер, но про жен не сказал, что старицу и жен получит почему-то. Так вот, вот этот момент о том, что возненавидеть отца и матери, знаете, просто по своему личному опыту, мне как-то так совсем недавно это я вот ощутил, у меня просто вот здесь сейчас на подворье появился родственник, вот родственник, да, который, ну, в принципе, во многом нам помогает, и первое, знаете, вот первое искушение какое вот в душе, то есть, ну, это вроде твой родственник, близкий, и значит, соответственно, он должен как-то выделяться из всех, и вот тут сразу вот этот, как только этот помысл приходит, сразу ты понимаешь, что ты, вот все, вот рушится вокруг, то есть, все мировоззрение вот это евангельское рушится, потому что любая семья, вот, любая семья, то есть, это некая, некий круг своих, близких, и, и психолог, даже психологически, психологически, все, которые внешне воспринимаются как потенциальные враги, это всегда так, вот, ну, это может звучит так жестко, но психологически это так, это касается не только семьи, это касается и страны в целом, то есть, границы страны, вроде там дружественные страны, а при этом все равно границы закрыты, и так или иначе, какие-то проверки паспортов, то есть, они воспринимаются именно как потенциальные враги всегда, и вот та же самая семья, она вот в свете евангельском, она должна, как бы, вот это отношение к семье должно переродиться, то есть, для теперь, для нас, как христиан, у нас уже не должно существовать таких своих и чужих, вот как бы, так вот, по идее, вот особенно это в монастыре очень четко, четко видно, как только ты в монастыре заводишь какую-то дружбу, дружбу отдельную, то сразу, то есть, ты тем самым автоматически лишаешься возможности уже преуспеть, как ни странно, это об этом многие святые отцы говорят, то, что вот близкое знакомство в монастыре, оно всегда подразумевает бесплодие, бесплодие духовное в монахе, потому что он тем самым ну просто разрушает всю вот эту вот евангельскую систему, если так можно сказать, как даже вот в Арсенофе Великий так в одном из письм отвечает в одном из ответов своих, когда к нему там брат обратился, вот у меня там можно ли там дружить с одним там моим братом, который вот мне там как бы я его люблю, я чувствую, что особое к нему там расположение, он говорит, ну друг, если ты чувствуешь к нему особое внимание, особое расположение, то значит, а кто другие тогда для тебя, то есть к ним уже значит не чувствуешь особое расположение, то есть и вот то есть вот евангелие, оно должно как бы обновлять жизнь, оно вот должно совершенно по-другому на все заставлять смотреть, Это сложный такой момент, очень сложно объяснить, но надо понимать, что мы вообще как христиане живем в особой благодатной жизни, и ее надо чувствовать, ощущать, понимать. Потому что часто есть такая ошибка внутренняя, что мы считаем себя верующими людьми, верим в Бога, но в Бога верить, и в него верят и мусульмане, и кто еще там может верить, но Господь сказал, веруйте в Бога и в Меня веруйте, то есть во Христа. То есть вера в Бога подразумевает жизнь во Христе, а вот жизнь во Христе совершенно преображает все. Это новое вино, которое нельзя влить в старые мехи. То есть у нас часто бывает, что мы хотим свою жизнь как бы подправить немножко, то есть мы где-то там буксуем, где-то что-то у нас не получается. И для нас христианство — это как помощь, чтобы мы стали чуть-чуть лучше, лучше, там еще лучше. Христианство как раз говорит о том, что мы должны вот эту вот благодать совершенно по-другому вливать в новое мехи, в новое сознание, быть нищими духом, чтобы впитать в себя новую какую-то жизнь. То же самое вот эта притча о том, что нельзя пришивать к старой одежде заплатки из новой, из небеленной. То есть потому что она и сама, и мы одежду потеряем новую, и старая все разорвется. То есть вот постоянно наша жизнь иногда получается, что мы постоянно какие-то заплатки хотим делать. Где-то там нарушили что-то, вот пришли на исповедь, покаялись, вроде там полегче. И так годами может быть, вот эти заплатки, заплатки, все вот. А вот некое обновление жизни, оно не ощущается часто. Оно должно быть. Просто я наблюдаю вот на исповеди, ну такие вот из года в год одно и то же, одно и то же. И я вдруг на определенный момент, ну как-то так четко осознал, что христианство это не то, на самом деле. Это не то, что часто нам кажется. Вот чем, оказалось бы, каждый из нас вот может по совести сказать, что чем отличается от человека неверующего, который, вот даже не крещеного, вот чем. Есть у вас какие-нибудь? Крестьяне, в которых он вредит на два момента английских? Ну я бы, знаешь, привел бы пример, который, говорят, что и неверующие люди, некрещеные готовы умереть за близкие. Сколько сейчас людей там умирает? Общение? Мусульманин тоже скажет, что он общается с Богом? Да. Мусульманин. Что? Да, учебный мусульманин. Ой, а знаете, как эти буддисты там эти, они там, у них там такой покой, они сидят вообще. Вот, и мне интересно бы вот задать этот вопрос, допустим, вот первое, или даже вот первое собрание апостолов, первое общение христианское, они, наверное, посмотрели на нас такими глазами, говорят, вы что, вы что, не понимаете, что ли? У нас новая жизнь, у нас все новое. Они видели, видели это языческий мир и видели то, что произошло с ними, вот когда благодать Святого Духа сошла в момент Пятидесятницы, и то, что происходило с человеком после крещения, когда он крестился. Вот это уже, ну, как бы у нас замутнено, утрачено вот это вот ощущение новой жизни. Потому что мы, по большому счету, большинство из нас приняли крещение в младенчестве, даже если кто и принял возраст, то он не был подготовлен, даже не понял, что с ним произошло. А произошло конкретное изменение, ну, просто фундаментальное. Господь сказал самое главное, я есть в путь истины и жизни, в сам Христос. Вот это ближе, наверное, да? Да. Потому что есть нет Христа, ты не Боги. И знаете, что чешает вот в этом во всем, вот лично меня, вот притча, не притча, а евангельское повествование о слепом, который сидел при вратах, при входе в Иерихон, просил милостыни и услышал о том, что идет Христос. И начал всех расталкивать, орать, кричать, Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. Вот, то есть, вот он не видел его еще, он не ощутил эту благодать, но где-то у него в душе вот какой-то был зов, что вот он, это тот, тот, с большой буквы, кто, собственно, все для него. И, по большому счету, вот мы сейчас и живем вот в таком состоянии вот этого слепца, когда мы четко понимаем, что да, во Христе есть спасение, во Христе вся сила и вся жизнь, но мы еще пока не видим его вот именно как вот прозревшие. Где-то там иногда блеснет что-то такое, вот какой-то свет, что мы вот вроде, да, на правильном пути все правильно, но по большому счету мы идем на ощупь все вот, на ощупь. Но при этом мы все-таки идем за Христом, так или иначе. И, кстати, в связи с этим вот тоже такой момент, представьте человека, который вот слепой, да, вот слепой он полностью, но он постоянно ходит по одной и той же улице, там, знает все, где он лежит в квартире, в общем, может более-менее передвигаться на ощупь, как бы, на память. И получается, что вот те из нас, кто какой-то имеет опыт духовной жизни, это еще не означает, что мы видим, что мы зрящие. Просто мы так настолько, мы уже приноровились, научились передвигаться вот так вот, что вроде уже не спотыкаемся, лбом там не ударяемся. А какая-то новая ситуация возникает в нашей жизни, вот тут уже непонятно, что делать. Вот как бы сразу мы в ступор впадаем, там, что-нибудь там у батюшки надо спрашивать. А батюшка такой же тоже на ощупь, там, ну, может, он немножко подальше прошел куда-нибудь, за угол там уже знает, что там яма какая-нибудь. Он скажет, нет, туда вот лучше не ходить. Ну, он тоже может быть такой же. Понимаете, вот действительно зрячих людей вот так много. И мало того, что человек, он может приобрести это зрение, вот увидеть, а через какое-то время опять или затуманить его какими-то житейскими там делами, заботами, или через, впав в какой-нибудь грех, опять стать слепым уже надолго. Но при этом память осталась какая-то. И вот часто бывает, что, ну, вот такое обольщение, самообольщение, что ты вроде все там понимаешь, все знаешь, а на самом деле-то ты не видишь, ты просто вот на ощупь идешь. Вот нам из видео вы говорили о пополнении, что порой, короче, у них там важная дача, ну, не по-другому, чем, а врачность пополнения. А можно вообще, что обращает по имени? То есть смысл пополнения, чем отличается на все время и на то есть? Вот любая молитва, она, ну, так или иначе, должна быть сопряжена с телесным напряжением. Всегда, всегда так. То есть нет такой вот молитвы, когда ты просто разлегся в кресло и там чуточку тянешь, вот тебе прям так здорово, солнышко, птички поют, тебе прям так вот. Молитва всегда должна сопряжена с телесным напряжением. И, по-моему, Исаак Сирин говорил, что молитва без телесного напряжения – это как недоношенный плод, да? Безболезненность. Да, безболезненность, плод недоношенный. Вот. И вообще вот, собственно, молитва, она, ну, вот если вот древние вот эти все, все там потеряки, вот эти изречения взять вот этих с древних подвижников, то, собственно, молитва, под молитвой они понимали вот это вот постоянно там или поклоны, или Иисусу молитву, она тоже сопряжена была всегда с поклонами. Потому что, собственно, вот в поклоне выражается, выражается вкратце вся, ну, вся наша жизнь духовная. То есть, когда ты со мной встаешь на колени, кланишься, это, ну, образ падения. То есть мы как бы телесно исповедуем наше грехопадение. А восстание – это, соответственно, восстание во Христе уже, вот как бы такое постоянно вот… когда тело еще при этом утруждается, то сердце, оно разогревается и становится очень чувствительным вот к молитве. Вот классический пример, вот Игнатий Бричанинов, он когда разбирает вот эти правила, он говорит, что лучше всего перед началом любого правила сделать несколько поклонов, чтобы тело согрелось, пришло в такое вот как бы умиление. Просто дело в том, что наша душа, она так или иначе, она связана с телесными ощущениями всегда. и есть такое даже, такое понятие, которое уже многим из нас не знакомо, это избыток здоровья. Избыток здоровья, наверное, уже звучит так, это странно, да, как может здоровьем быть избыток, а тем не менее вот оно есть. И если люди, допустим, бывают с крепким телосложением, то им надо довольно много делать поклонов. Некоторым вообще там иногда три сделаешь, и все, у них там голова уже кружится. Ну, разница между земными и поясными, но это как бы уже зависит от того, как человек или день, или день, допустим, праздничный, обычно вместо земных поясные делают. Некоторые так и продолжают делать, это особо там разницы нет. Обычно, вот как в монастыре, там всегда, всегда там, допустим, несколько поклонов земных, потом добиваешь поясными, вот так вот, обычно у нас там правила у отцов. Я же рассказывал, мы пришли, когда в один там из монастырей, Ставровуни что ли, не помню, на Кипре, на Кипре, и тоже там икона какая-то чудотворная, не помню, была, и мы там, тоже такой поклон, как у нас, знаете, как это, там, лоб перекрещиваешь, там все вот, и там вышел какой-то старец, говорит, вы что, говорит, типа, что вы делаете там, показал, как надо делать, так, ладно, все, все, будете, вот это такое, ну, поклоны такие вот они, а мы как по-русски, так с душой, все как положено. Нет, действительно, на самом деле, поклоны очень помогают, здесь надо привыкнуть, привыкнуть, это, обычно их, на самом деле, так сложно делать, когда только начинаешь, и здесь такое искушение есть, что вот сейчас, допустим, человек сделал первый раз, там, 300 поклонов, вот прям так здорово, теперь все, теперь я буду каждый день делать, прям так здорово, прям душа ликует, следующий день там сделал, столько же, потом, что-то плохо стало, вроде это, давай не буду сделать, сделал там 100, потом 50, и в итоге, в итоге вообще бросает человек, так что, самое лучшее, это брать какой-нибудь, какой-нибудь, какое-нибудь небольшое число, и при этом еще отнять от этого числа несколько поклонов, чтобы, на случай болезни, что если ты, допустим, заболеешь, то ты знаешь, что так или иначе, ты сможешь это сделать, вот это количество, то есть здесь важно, то есть здесь важно, важно постоянство, вот это просто классический такой, ну, приводят святые отцы всегда, вот пример, что самое главное, это даже не количество, как ни странно, а именно постоянство, потому что постоянство, оно, и вот очень трудно, человеку, как бы, ну, для себя выработать, обычно, как это, такой классический пример, когда приходит, кто-нибудь там, к батюшке, говорит, батюшка, вы словите меня там делать, 50 поклонов каждый день, он говорит, батюшка уже знает там, это все, эту фишку там, говорит, нет, давай 12 делай, говорит, ну, батюшка, ну, как же там 12, нет, это мало, говорит, нет, нет, делай 12, все, в итоге, раз, через какое-то время, обычно человек пропадает, пропадает, потом появляется уже, там, ну, и так спрашиваешь, говорит, ну, что там поклон, говорит, да я, что ты вообще не делаю, все, попробовал, 50 было легко, а 12 не могу, потому что, потому что, типа, благословение уже есть, потому что, когда человек сам, сам делает, то у него помогает, помогает и самость его, и тщеславие, которое подталкивает все это делать, и враг тоже здесь видит, что это пользы не приносит, а когда человек получает уже благословение, то уже все, уже враг тут не имеет никакого, никакого доступа, потому что, потому что все, уже человек делает за, ну, как бы уже считай по воле Божией, то есть это уже, как бы здесь выражается именно в этом воле Божия, и, а это всегда сложно, потому что помощи уже неоткуда ждать, то у тебя тщеславие помогало, ты сам для себя был героем, подвижником, а тут вроде делаешь, что тебе сказали, скучно это, неприятно, не нужно. Ваши отношения к спецсоберациям в Украине? Знаете, как спрашивают, вы за войну или против войны? Ну, какой нормальный человек в здравом уме скажет, что я там за войну, чтобы была война, чтобы убивали друг друга? Никому, ну, здравом умеет, никому не хочется, это плохо действительно. Ну, странно, согласитесь, странно, что если, допустим, я как священник, там, буду какие-то свои мнения по этому поводу, не будучи политиком просто. Вообще, знаете, я скажу, может, такую, как бы, жесткую фразу, вообще, вот, на самом деле, любая страна, она может делать, что хочет, вот, вот, что хочет. Вот, выгодно, допустим, Россия делает то-то, она должна это делать, не выгодно, не делает. Это так всегда было. Так было, есть и будет. Так создан мир. А то, что там кровь проливается, ну, естественно, это плохо, это ужасно. То, что убивают друг друга. Уж там не говорят, что убивают один и тот же народ друг друга, это вообще там жуть, какая-то гражданская война, считай. Вот, как ни странно, но удивительно, что в православии больше всего из святых это воинов. Казалось бы, да, странная такая ситуация, но, тем не менее, она так вот происходит. Просто, мир, как бы, сам по себе, вот, он состоит сейчас, на данный момент, из неких таких раздробленных государств. Это было, это сделано не просто так. Это был особый промысл Божий, когда, еще во время вавилонского строительства и башни, Господь разделил людей, то есть было общее одно человечество, и Господь разделил на несколько народов, смешал языки. Вот для чего это было, казалось бы, да, чтобы цель была в то время одна, помешать греху заполонить этот мир, то есть, чтобы этот мир полностью погряз в грехе. И люди разделились, они уже не стали понимать друг друга, они не могли, как бы, скооперироваться, и идти против Бога. И сейчас мы живем вот именно в этом состоянии, в положении, когда каждая страна это отдельная, суверенная, ну, насколько это можно там считать так, суверенная, как бы, единица, внутри которой происходят какие-то свои процессы. Если, допустим, в одной из этих стран начнется какое-нибудь там разложение полное, грехом, допустим, какие-нибудь там гей-парады там начнут на законодательной основе, то если бы весь мир был един, то эта зараза, она проникла во все бы, во весь мир, и все, и это уже конец. И поэтому Господь так промыслительно сделал, что мир разделен на разные страны, враждующие, часто, между собой. Это как корабль, который, его корпус разделен перегородками, если в одном из них пробоина, в одном из этих, в одном из отсеков, то другие, поскольку они отделены от него, они держатся на плаву. И так мир пока держится. И поэтому, чтобы защищать эти перегородки, нужна армия. И здесь, как ни крути, все-таки это именно богоустановленный такой институт. Соответственно, армия-то подразумевает не просто армия, что она вот есть и есть, а соответственно, что она и действует в каких-то случаях. А здесь кровопролитие. Так что мир возле лежит, и мы живем в этом мире, но есть некая параллельная реальность, которая именно выходит за рамки, она не вписывается вот в этот мир. Он как есть, так и есть. Он живет своей жизнью вот этой греховной. А мы, как христиане, живем в неком параллельном мире, и как бы из-за которого из-за этого окошечка смотрим на эту всю ситуацию. Конечно, это ужасно, когда брат брата убивает, это очевидно. Но при этом так происходит. И говорю, сама эта тема, она неблагодарная, потому что мы здесь сидим, сейчас рассуждаем, то, что сейчас происходит где-нибудь, каждый из нас, попади, когда вокруг тебя рвутся снаряды, руки, ноги отлетают, кровь брызжет, вот просто, ну, другое, совсем другая ситуация, там по-другому люди видят все. И вот так вот обсуждать, хорошо, это плохо, это все как-то неправильно. Но Господь сказал, что, когда вот ученики вас спросили о втором пришествии, он сказал такие слова, что услышите брани, слыша не брани, то есть услышите о войнах, то есть будут войны. То есть о чем-то говорить, что войны, это из уст Христа, это было сказано, войны будут до конца времен. Это некая составляющая нашего падшего мира. То есть мир, вот этот мир, он не может быть без войны. Вот если мы говорим, что вот ну как же там цивилизация у нас такая, уже все там скультурные люди, ну мы можем там языками только воевать между собой там экономически как-то, а вот это все оружие, это кровь, это дикость, это все это прошлый век. Слушайте, ну друзья, ну давайте просто здраво посмотрим на все вот то, что сейчас. Вот почему вот сейчас вдруг прекратились войны, была там первая мировая, вторая мировая, вот именно в таком масштабе. Вдруг они как-то раз и мы не видим. Там какие-то локальные где-то вспышки. Но посмотрите, мир, стоят на континентах, на континентах дежурят тысячи там боеголовок. Реально это круглосуточное дежурство, боеголовок ядерных, которые нацелены на другие континенты. И вот они вот представьте, вот по всему миру так стоят. И вот этот страх быть уничтоженным, страх выйти вот реально, просто что весь мир в труху, как сейчас говорят, он как-то более-менее сдерживает эти конфликты. А вот представьте, что если бы их не было, вот этих сейчас ракет. Сейчас же просто так же пошли с топорами, с мечами воевать друг против друга. Злоба-то она никуда не девается. Она такая же, просто она выражается сейчас в других моментах. Она есть, но она не проявляется именно в таких кровопролитиях. У нее, знаешь, что-то единственное, что мне очень, ну это всем, наверное, это всех напрягает, это то, что до сих пор слышатся какие-то во время военных действий какие-то там издевательства, издевательства над пленными, там мародерства, вот это страшно. То есть, несмотря на то, что вроде все понимают, что вот это нельзя делать. То есть, есть какие-то границы, за которые нельзя заходить. А когда слышишь о том, что там даже с нашей стороны какие-то издевательства, вот эти укропы куда-то лезут, ну так нельзя. Все-таки какое-то уважение. Вот посмотрите даже в древности, как эти, там вот у японцев особенно, на какое уважение там. Они, да, его не убивали, но при этом друг друга, но при этом ценили вот этот подвиг врага, именно как врага. Вот. И Господь сказал, что за умножение беззаконий иссякнет любая, любовь многих. За умножение беззаконий исчезнет любовь. То есть, любая война, это начинается тогда, когда уже все, уже договориться невозможно на таком уровне. И это уже признак того, что оскудевает любовь уже, нету. А почему она оскудевает? Потому что беззаконие кругом происходит. Потому что, ну, просто одно вспомнить, это вот сколько у нас абортов в России только было. И сейчас до сих пор, еще на законодательном уровне никак не могут принять. Россия просто в крови младенцев своих купается. Можете, ну, как бы, можете мне там противоречить, но я так это вижу. Какой, вот у нас был отец-наместник, вот когда постоянно говорил, покойно, в Венедикт, он постоянно говорил, ну, слушайте, ну, что я вижу вот сейчас вот, то, что там слышу, то, что мне рассказывают. Я говорю, я не знаю, как вообще этот мир еще до сих пор держится. По идее уже все, Россия должна просто рабами, все русские должны рабами стать уже давно, потому что за то, что происходит у нас в России. И как еще Господь это терпит, действительно милость какая. Поэтому то, что сейчас началось, это, я не знаю, это настолько для меня, лично для меня, как это, ну, логичный какой-то исход. Единственное, что радует, вот реально радует, то, что сейчас началась какая-то, какое-то постепенное, вот, как мне кажется, сейчас, ну, кого-то вот эти, там, сдвигать начали уже, своих, которые уже просто достали, всех уже достали, ну, человек там на бюджете, на российском бюджете сидит, на налогоплательщиков, ну, там, все мы платим, а он какое-то дело, это вообще просто, ну, просто разврат какой-то страшный, такое глумление, такое ощущение, что просто глумится, вот, и его терпят, его прям, его там награждают, что это такое вообще, не знаю, как, а сейчас хоть немножко, ну, начали как-то задумываться, мне кажется, ну, прав, я не знаю, не прав, ну, что-нибудь скажите, может я в своем мире каком-то живу, может ситуация другая какая-то. А как мы все люди здесь для этого, для того, чтобы прийти ко Христу, собственно говоря, для этого собираемся, вот, как вот это чувствование, прича, друг друга в себе почувствовать, чтобы все возрастали в Христу, это прям высокие фразы, эти, можно много говорить, ну, слушайте, ну, 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 как вот, вот, что такое литургия, это, собственно, есть, это то, что, от чего все вот у нас, и дальше и растет, все, все наше единство, и благодать, и радость наша, то есть, вы во Христе, то есть, когда мы, мы приходим ко Христу, мы, собственно, становимся его телом, то есть, мы, вот это единение должны ощущать, именно в этом, и, в связи с этим, в связи с этим, еще одну тему хотел затронуть, вот, сейчас, не знаю, сразу, я сразу говорю, что не надо меня там ругать, бить, я просто говорю свое мнение, вот, я тут, не так давно, на днях буквально, обнаружил, что оказывается, я молюсь за весь мир, причем случайно, как-то это вдруг, когда он, вот у нас на полуношнице, священник, ну, я обычно, все время я служу полуношнице, как настоятель, и там есть молитва, то есть, молитва, которая включает в себя все прошения, вот, все, вот, все, что у нас происходит, плохого в этом мире, глад, голод, губительство, губительство, эпидемия, глада, губительство, труса, землетрясение, потопа, огня, меча, нашественные племенников, междоусобные брани, вот, это молитва, оказывается, я вдруг, я реально, просто мне так стыдно стало, что я осознал, что я ее читаю, вот, я не знаю, как глупо звучит, так смешно, но до этого просто, вот, ты читаешь, ну, вроде, положено читать, так оно, вроде, так всегда было, а тут вдруг, ну, как-то, интересно осознал, что, действительно, вот, я, как сейчас, вот, в церкви нахожусь, и братья стоят, то есть, мы молимся за это, это реально, реально молитва, происходит все обо всем, о том, что действительно мы должны молиться, и в связи с этим, вот, мне непонятно, непонятно то, что, обычно, вот, как это началось сейчас, у нас бедствие, война, и все сразу начали спрашивать, а давайте, когда мы будем молиться, когда мы будем молиться, собираться и молиться, там, за нашу, за наших воинов, за победу, там, и так далее. Молитва вообще не молиться, так нет, я вот, и вдруг, вот, я, ну, я до этого, как бы, все время, мне это не нравилось, эти вот молитвы, по соглашению, слушайте, ну, у нас есть вот это единение, в церковной, в церковной молитве, оно всегда было и есть, чего еще искать-то надо, если хотите помолиться, ну, давайте будем собираться, на литургию, там, где произносятся эти прошения, ягтинья о мире, всего мира, там, и так далее, то есть, мы молимся, это и есть, то есть, получается, что человек, когда вдруг, у него возникает желание, он видит, что что-то происходит, возникает желание, особо молиться, как-то, я лично это сейчас понимаю, как только то, что человек до этого не понимал, что он делает на литургии, и вообще вот на уставных богослужениях, то есть, это его не питало, он не ощущал, и это я как на себе вот это ощутил, то есть, это у нас все есть, это единство, у нас, в принципе, оно вот, знаете, как открытый дом, пожалуйста, входи в него, мы где-то вот подвальчик зайдем, там, где-нибудь там посидим, где-нибудь во дворике, там померзнем, под дождем, там, под зонтиком посидим, а вот в самом дом, к камину, вот, ну, это правда тоже вот, неестественно, но тем не менее, как бы, вот, ну, почему бы не греться там, где, собственно, удобнее всего сидеть, а это как раз и есть, вот, это богослужение, уставное богослужение, евхаристия, где, слышали, да, вот эти молитвы, которые читаются на евхаритическом каноне, ну, там все, особенно в Василии Великого, там прям по пунктам все, все проблемы мировые, они все озвучиваются, и почему мы не молимся, вот именно, вернее, молимся, но не понимаем, нет в нас вот такого, насыщения вот этой вот общей молитвой, отсюда начинается поиски каких-то молитв, по соглашению, там, еще что-то, как вот тут тоже, вот мы когда собирались, там, на чаепетии, было, было такое предложение, что давайте там собираться, там, друг за другом молиться, мне, я, сразу мне ступор, а что мы делали на литургии сегодня, вот, чего мы делали, вообще вот сейчас, то есть, вот как помните, приводил пример, вот алкоголизм, что такое алкоголизм, это когда в крови у человека перестает вырабатываться, эндогенный алкоголь, или эндогенный, не помню, то есть он не вырабатывается, и он вынужден сам его заливать в себе, в таких количествах, что уже потом превращается это в болезнь, и в естественном нашем организме алкоголь всегда вырабатывается сам, определенное количество, и вот в богослужении, когда мы присутствуем в богослужении, как христиане, нам дана вот эта доза, доза, как бы, с вот этого божественного алкоголя, который нас опьяняет вином, вот это вино молитвы, если человек его не получает, он, естественно, хочет еще откуда-то взять, и, соответственно, всякие эти, всякие какие-то чудо, чудодейственные акафисты, вдруг появляются где-то там, молитвы какие-то особые, ищет человек, то есть ищет какого-то насыщения, которого не испытывает во время службы. Ну, два вопроса по поводу акафиста. Насколько известно, святейший из Исимонов издали в дикции акафиста, когда считать церковь, когда, после, после, не есть хорошо, выполнить моление, которое можно совершать дома, где-то как? В свое время, вот я помню, в Оптиной у нас была такая, долгое время, была такая традиция, что после литургии служился молебен, и даже служился молебен после вечерни. То есть священник произносит отпуст и выходит на молебен. И помню, как раз в каком-то в 2003-2005 году вышло постановление с Патрио-Синода, что как бы надо с этим завязывать. Что это вообще, откуда эта традиция, так, ну, скажем, традиция пошла? С советского времени, когда храмы были закрыты, основные, большинство, и людям реально не было возможности просто помолиться, там все было по регламенту, и поэтому максимально пытались как-то оживить. То есть человек не успел на литургии, он пришел на молебен, то есть молиться. А получилось так, что вроде сейчас храм открыли, а вот это все начало продолжаться. Люди к этому привыкли, что даже вот кончаясь с литургией, отпуст, все, и говорят, ну, а где, а где, когда молиться-то будем-то, когда молебен-то будет, где, где он? То есть вот такое даже. Ну, это неправильно. Об этом много, много писалось и говорилось, что молебен после литургии, это, ну, просто нонсенс. Вообще. Если даже не говорить о том, что, собственно, молебен – это краткое утреннее. Вот у нас в Оптиной вот служится молебен перед полуношницей, это как бы считается, что это некое такое подобие краткое утреннее. Там, в принципе, та же структура, тот же костяк, ну, просто сокращенный. Смотрите, здесь вот все это, на самом деле, делается именно исходя из немощи людей. Просто немощи. Человек вот, литургию трудно понять бывает, особенно, когда там не знаешь ни молитв, которые читает священник. Поэтому хочется что-то такого близкого, что-то такого родного, там, ну, Акафист, всем понятно, там, радуйся, радуйся, там, даже наверняка, там, кто знает, что радуйся – это не радуйся в смысле того, что там, ликуй, а просто приветствуй. То есть, здравствуй, здравствуй, там, радуйся, ей же радость воссияет, здравствуй, ей же радость воссияет. А если уж говорить еще об Акафистах, то сейчас столько этих текстов всяких, ну, таких просто неграмотных. С этим уже пытались бороться, но что-то, не знаю как. Вообще, по идее, вот, самый лучший Акафист это Божья Матерь, это, собственно, единственный Акафист у греков. Мы потеряли очень много, потому что мы не знаем, как он звучит, это стихи, это прям рифма. Кто слышал, как греки поют? Вот мы на Синае были, как раз попали на неделю Акафиста, и там даже не понимаешь, что они поют, но так красиво это. То есть, рифма идет. А у нас уже переведено, как так. Ну, считается, вот три Акафиста, это вот Божья Матерь, Иисусу Влачайшему и Святителю Николаю, вот как-то они более-менее такие. А все остальные, они очень такие, тяжеловатые. Хотя, знаете, если кому, я не думаю, что я прям все против, против этого, но если кому действительно вот как-то на душу ложится что-то, почему бы и нет. Вот, я просто видел много людей, которые, они приходили ко Христу через какие-то там шутки, какую-то легкость, вот как говорите, да, но насколько я, не знаю, может у меня такой опыт, я просто видел, что вот эти люди, они так и до конца, они и остаются вот в этом вот состоянии, в каком-то таком пограничном. вроде они, вроде они в церковь вошли, но при этом вот какой-то нету до конца глубины. Я не знаю, вот просто я делюсь сейчас, вот действительно, то, что, насколько я вот так пытался тоже задавать такие вопросы, говорю, да нет, нет, там все вроде так, это нормально, ну, вот опять же, вспоминая сегодняшнюю притчу, вот эти, вот этот момент, когда зерно упало на каменистую почву, которая, которая, ну, не дала возможности углубиться корням, но при этом, вот часто, этот момент, он упускается в толкованиях, но вот интересный момент, что это зерно сразу зашло, от радости сразу зашло, но при этом начались какие-то, как сейчас говорят, траблы, да, проблемы, какие-то там внешние обстоятельства, еще человек, который начали давить на него, и эта вера, она как бы раз, и сразу вянет. Я говорю, как я вижу, как я действительно видел людей, вот которые, они приходили действительно серьезно, и у них не было вот этого, вот прям, плодов каких-то, вот как сразу в они сходили, они углублялись корнями сначала, то есть углублялись корнями, там изучали как-то все серьезно, действительно серьезно изучали, а потом вот уже появился этот первый сход, какие-то плоды, а с другой стороны, вот видишь, когда человек вроде прям любит шутки, вот все, у него прям так православие ассоциируется с какой-то легкостью, шутками там, и вроде он в церкви каких-то вот года идут, а плодов что-то и нету, ну не знаю, ну говорите что-нибудь, опровергайте меня там, я просто делюсь вот именно своим каким-то наблюдением. Преподобный Авросий очень веселил всех, у него постоянно были пребывутки там, жаловки. Так вот, преподобный Авросий, а вот когда в письмах он там жаловался, постоянно жаловался, что говорит, я как бы вот не знаю уже в таком, ну как бы своими словами передаю, что какой-то тупик, то есть я постоянно занимаюсь, занимаюсь, а смысл вот какой вот, реально у него есть. Он говорит, а смысл, а ничего у меня не остается, сам остается без ничего. То есть вот, ну как бы ты вот как стоишь подсвечник, вроде все, к тебе идут, ну куда ты денешься-то, вот у него такое было. Но при этом он увидел вот этот тоже момент, когда к нему действительно приходили, вот они сразу, вот они от радости, сразу возрастало это семя, а корней нету, то есть углубиться не во что. В апокалипсисе сказано, что некоторые придут от большой скорби, то есть так же, как есть градации, разные люди идут с разными частями, одни идут на шутки или углубляются, а другие идут от великой скорби, им уже, как говорится, вариантов нет, они уже пришли и они на все готовы. Ну то есть вот это и есть эти же градации людей, которые приходят к Христу. Одни, ну, через шутки или углубаются, другие будут жить от скорби. Вопрос именно, вот, приходит ко Христу, вот что значит приходит, то есть человек просто становится как бы лояльным к церкви. Вот вспоминаю все время, что-то мне как-то запомнилось, когда еще давно-давно, много лет назад читал «Житье» Пафнутия Боровского, и вот он был долго-долго время этим, ну, как сейчас, экскурсоводом, как сейчас, если бы он в наше время был экскурсоводом, то есть и в его задачи входило принимать внешних людей, там какие-то князья там постоянно приезжали, ну, как отец Калиник наш, вот он, его оптины, такой известный. И он с ними постоянно возился, ходил, и, говорит, к концу жизни, когда он умирал уже, ну, жаловался, говорит, сколько я лет, говорит, провел с этими людьми их, он как бы пытался им водить, их везде все рассказы, говорит, никакой пользы нет. Ну, как, кажется, я для себя вижу смысл, тоже пришла со скорбью, с большой, и просто страшно иногда зайти в церкви, потому что много печали, грусти, бабушки, которые лично себе поддают за что-то. Вот знаете, я тоже, я вспоминаю, вот я просто по себе, у меня другого опыта не было, поэтому я могу по себе. Мне, вот знаете, когда я слышал, что в церкви что-то там, какие-то люди странные там, вот знаете, у меня так фиолетово реально было, вот просто. Я даже не понимал самого постановку вопроса, а при чем здесь они-то? Да, если я понимаю, что этот человек не соответствует христианству, идеалам каким-то, то это означает только одно, что он не соответствует этим идеалам. Ну, я сейчас немножко все утрирую, буду утрировать, меня тоже поймите, чтобы не... Эта тема, она довольно широкая такая. Вот женщина приходит в храм, там, у нее без платка, ей там, говорит, наденьте платок, все. Говорит, да я не хочу платок одевать, вот не хочу и все. Вот дальше такой момент, и она ушла, а другое место она пришла и говорят, ну, а что, пришли без платка, давайте без платка, там, какая разница, доходи, вообще зачем он нужен там. И она как бы раз, и все, ей можно без платка, она пришла. И вот теперь вопрос, вот для меня лично, не совсем понятный. Вот человек шел вообще вот ко Христу, то есть для него так важно именно было платок одеть или не одеть. То есть если вот этот момент в начале, в его, в начале вот в становлении, то есть вот эта благодать его зовет, и если перед ним стал выбор, платок или не платок, и он как бы засомневался вообще, идти ему дальше или нет. Вот, что дальше с ним будет, с этим человеком, вот, я провоцирую, я предупреждаю, вот, мне интересно. А вы сейчас говорите про женщину, которая задала, про женщину, да, 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 да. Про ту, которая пришла. Нет, 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 про ту, которая пришла. Которая пришла. И понимаете, вот здесь проблема глубже, здесь касается она и вообще одежды, одежды. Я понимаю, как это сейчас звучит так странно, глупо, но я сам, всегда это мне, честно, особой разницы нет, но мне сам психологический момент интересен, вот, интересен. Мне вот, как отец-наместник вот рассказывал, почивший, ну, тут у него опыт, у него большой опыт был, ну, вот в этом он интересен. Он рассказывал, говорит, что сталкивался не раз с такими вещами, вот, когда вот женщине, допустим, говорит, что вот давайте там в храм выходить, там, юбку, ну, не в мини-юбке, а в обычной, длинной. И вот, говорит, до этого вот женщина как была, ну, прям ангел. Как только их дело касается вот этой юбки, такое ощущение, что у нее что-то переворачивается, говорит, мне ни за что, и вообще зачем они вам нужны, у вас здесь все злые, я уйду. Я, нет, я пытаюсь понять, вот, сам принцип, я просто привожу этот пример, чтобы сам принцип понять, то есть вот есть такие моменты, они могут другими быть совершенно, другими внешне выглядеть, но если для человека на пути ко Христу становится вот эта проблема, именно как проблема, то что это вообще, куда она идет, вот, или он, или она там, то есть что дальше получается, что если она вот здесь вот, этот человек приткнулся, то ведь в духовной жизни будут столько моментов серьезных, действительно серьезных, то вот я, честно, не понимаю, для меня, я вот, например, как вижу, мне так кажется, может, я как бы, как бы немножко так поверхностно, но мне кажется, что какая разница вот для той же женщины там, ей сказали там, ну, носить то-то, ну, и чего, ну, пожалуйста, ну, так вот принято здесь, ну, такие вот странные люди, ну, я же, собственно, если это, если это цена того, что я получу здесь, то, пожалуйста, что, жалко, что ли? Это послушание, которое никак не может человеком понять, что это и есть послушание, начальство, а вот мы женщины, они немножко будут другого скромнее, и у нас, к сожалению, мужчины поменьше, получается, и мы руководим в доме, руководим в храме, и везде руководим, а это очень плохо, это не правильно. А еще такая фраза, которая была, я не помню, у тебя, что тебе надо было, если хотел работать с Господу, приготовь свое душевое искушение, вот это есть разные слова, ну, собственно говоря, родины и искушения пошли, ну, нормально можно приготовиться. Я, вы понимаете, да, что мы сейчас как бы так немножко по верхам, но просто я к чему, вот сейчас мы начали вот с этого, я к чему, что ведь в церкви очень много, уже если как бы это критическая масса, она назреет, когда вот таких людей, которые пришли вот просто, потому что им, ну, просто их приняли хорошо, там, им как-то весело было где-то, они сказали, да ладно, там, платок не носи, в другом месте мы сказали, обязательно надо носить, здесь сказали, не носи. Если вот эти люди в массе своей они возобладают, вот этот дух, эти дозволенности, вот что будет? Да, это непонимание, зачем вообще туда пришла? Ну, то есть, мне уже сказали, куда идти, потому что сейчас праздник какой-нибудь, надо туда зайти, я не зашла, вот как, а зачем я пришла? А вот уже не так условия. Так, понимаете, здесь проблема еще в том, что вот люди, которые привели ее вот таким образом, они же должны потом, они в конце концов должны поддерживать в ней вот это вот чувство, что вот кто-то ей будет говорить, они защищать ее будут, да нет, ты права там, все это правильно, не смотри на них, эти там странные люди какие-то, не подкакивают. Понимаете, что-то, вот я не знаю, как это до конца объяснить, но вот что-то здесь, что-то не то. Вот я чувствую это каким-то нутром. У меня, видите, у меня тоже моя личная, личная проблема, вот для меня-то она не проблема, я говорю, вот именно в понимании других, потому что у меня не было другого опыта именно, кроме того, что, вот знаете, как Господь открылся и все, вот все. То есть мне надо было приходить, что-то там, постепенно там искать чего-то, вот. Мне говорят, вот ты там Бога не ищешь, я говорю, что мне искать, я уже нашу, вот. То есть вот то, что в церкви, и Христос, все, я готов делать все, что надо. Вот так было изначально. Я поэтому не могу, вот, понять-то, в принципе, где-то можно, что так есть, но я не могу это прочувствовать на себе, вот, что есть люди, которые, которым нужно, то есть они вроде как пришли, но пока наполовину. И вот что с ними делать? Я не умею с этими людьми, честно скажу. Я не знаю, что им, как бы, предложить. Поэтому я и хочу, чтобы были какие-то люди рядом, которые бы занимались этим. Вот, мне кажется, может, это не правильная мысль, а может, она и неправильная. Ну, то есть я вот у себя вот так вот думаю, что о каждом человеке есть промысел Божий. И каждый человек по состоянию, Господь же видит его душу, он ему не дает, вот прям вытаскивает в них кого-то, кто уже сам хочет, ну, имеет кучу вопросов, но не имеет на них ответы. И он, как бы, вытаскивает его, вот, поэтому мы сами-то просто встречаемся, и, как бы, тоже это вот что-то очень важное, я на него не могу сообразить, что. Но есть такое вот, что сам каждого вытаскивает, кого надо, куда-то, может, даже там, ну, разу не тянет. Слушайте, ну, смотрите, если вы живете вот в среде, там, какого-то родственников, там, ну, они же смотрят на вас, они видят. Вот, понимаете, у нас почему-то вот проповедь, она воспринимается как некое такое активное действие, когда ты что-то там рассказываешь, объясняешь. Мне кажется, гораздо, гораздо лучше, когда ты просто светишь, просто живешь, когда ты живешь в семье, и все видят. То есть вы пришли со службы, все там сидят, там, после, там, пьянки вчерашней, там, и вы такая прям радостная, всех вот обнимаете, целуете, там. Ну, они говорят, там, мама или там сестра, там, кто там, что там с тобой случилось. Он говорит, да, тебе еще рано знать, рано вообще, я не буду тебе ничего рассказывать, чтобы человек понял, что есть что-то, что пока еще, он, еще, еще служить это надо, не то, что ему вот прям тянут, а то, что, подожди, ты еще покажи, что ты достоин ты этого всего. Так, собственно, раньше так и было. Вот у нас, видите, сейчас, к сожалению, нет вот этого института оглашенных. До сих пор мы молимся о нем на литургии, то есть Святой Дух, он как бы оставил вот это прошение, чтобы понимали, что что-то не хватает нам на нашей церковной жизни. Вот почему обязательно, как только человек приходит, обязательно его надо все к чаше тянуть, там, вот ты должен причащаться, подожди, ему вообще рано еще, может, даже близко подходить к ней. И поэтому должны быть некие такие буферные зоны, как вот раньше были, более оглашенные, которые еще не причащаются, но они уже вот в церкви, они как бы с нами там, они как бы смотрят, присматриваются, может, кому-то не понравилось дальше, ушел там, кому-то куда-то дальше пошел. Сегодня вообще я прям настолько, опять же, утвердился в своем мнении, я до этого как-то еще был в таком пограничном состоянии, но как можно приносить ребенка, причащать, если человек сам вообще, он по лицу, смотришь на лицо, он вообще просто черный, ну, вообще не церковный человек, просто он пришел, он вот ребенка мне сказали там принести, причащить, как он может его вообще держать, на руках чаши подносить? Ну, ребенок в пользу есть? Кто сказал вообще? Откуда? Мы причащаем детей только не потому, что они такие вот ангелочки, как сейчас говорят, а потому что у них, благодаря тому, что родители у них являются членами церкви, членами тела Христова, и тем самым мы видим, что Господь указал на этого ребенка, что он, родившись у этого в этой семье, он предуготован, так скажем, к вот этой благодатной жизни, только благодаря тому, что у него родители верующие, церковные, члены тела Христового, то есть мы можем его воспринимать так же, как член тела Христова, а не то, что там принесли вот так, он там крутит, орет, ну, прям младенчик. Ужасно это просто. Я по себе помню, например, от 6 до 7 до 7, вставать на работе, не посмотришь, есть ли для ответа, не тащить? Не, ну, там-то тащили-то люди тоже, наверное, которые церковные были, а тут, представьте, просто приходят вообще, мне сказали причитить, может, там болеть не будет. Могу предположить, что родители, как ищут, желают добраться, что ребенок в санте может быть необычный, а за ребеночку переживают, таким образом он приходит на причастие? Ну, нет, может такое быть, но я не говорю, что это прям обязательно вот все, ты не подходишь под какие-то там рамки, стандарты, просто вот этот человек хотя бы он должен был быть на виду, он должен быть в общении. Если его нету, то вопрос сразу стоит, кто он вообще, ну, естественный вопрос о том, что может ли он вообще приносить или нет. Да, если бы он приходил, там, священник там его знал, что у него такая ситуация, вот, ну, бывает такое, да. Ну, когда первый раз видишь человека, сразу вопрос. Этот человек даже причастил это ребенок. Ребенок принял Христа. И вот этот человек, простите, он может вообще не быть соправленным, соправленным, не то, что и даже на хрещен. Мало бы кому-то надо, и батюшка может быть и души. Вы сейчас говорите очень красиво, и, ну, действительно, звучит это очень, да, из практики, но мы, вот именно из практики как раз и можно вывести то, что много людей, которые просто уходят после этого. Кто-то спасается, да. Но мы не можем за Бога, как бы, решать, что, Господи, мы вот будем делать вот так вот, а вось ты кого-то и спасешь. Ну, понимаете, эта сама ситуация, она абсурдная. Чем-то родитель, который мы сидим оказали, он пришел с богиней, и мы с людьми, и, возможно, это до нас, его направят в сторону, подошел сюда. Чем-то слово «возможно». Ну, если не направят, а если убьет. Как говорят, не влезай, убьет, знаешь, как говорится. Вы просто понимаете, когда… Не-не, понимаете, вот мы сейчас говорим, вот, исходя, и сами не замечая того, исходя из некой концепции такой, знаете, гуманистической, что вот Господь – это любовь и только любовь, и любое прикосновение к Нему, оно благо, да. Но это не библейская тема. Библейское слово Божие говорит о другом. О том, что Господь – это огонь поедающий. И креститься, вот просто даже креститься, войти в Церковь Христовую, требовало очень большой подготовки и серьезного испытания. Нельзя так просто вот войти в Церковь. Это, знаете, ну, если сейчас на нашу жизнь современную перевести, это что-то похоже, вот, ну, монастырь, монашество, да, казалось бы. Приходит человек в монастырь, и если бы сразу все, вот если из этой логики сходить, говорят, ну, понимаешь, монашество – это же такая-такая красота, такое прекрасное служение. И всех сразу раз, давай, ты готов подстричь? Да, да, я готов, раз его подстричь, хоба. Проходит там год-два, он вдруг понимает, что это не его, и все, и вся жизнь у него становится хуже ада. А у нас такая же, ну, по психологии, что человек пришел в храм, это значит все, он, он прям вот предуготован сейчас. Он должен это еще доказать, понятно, что сам для себя решить, готов ли он. Потому что, как апостол говорит, не всех вера, на самом деле страшные слова, но вера не всех, не для всех. Касательно серьезного дела, ну, подошла к батюшке, да, и когда батюшка такое делает, он говорит, нет, не надо, но я все равно по слабости туда-сюда сделала. И последствия оказались на университетном химии. То вот что теперь делать в таком случае? Понимаете, любой результат – это тоже результат. Вот вам кажется, что плохо, неизвестно. Вот если взять в стратегическом масштабе всего, может быть, все бы гораздо хуже могло быть. Может, вам Господь помиловал как-то, и вот вы малым, малым ущербом каким-то все понесли. Ну да, ну как вариант, но почему бы и нет. Знаете, еще такой вот момент тоже хотел, ну, напомните, он известный. Вот как апостол говорит, что все, что вы не делаете, делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодарящее через это Бога и Отца. Вот мы… Просто сегодняшняя ситуация у меня такая интересная была. Вот с человеком там, с одним, ну, как мне кажется, справедливо, ему там выговор сделал один, и, ну, похоже, что он как-то так напрягся после этого. И вот здесь вот момент такой вот для себя надо понимать, что, ну, как бы совесть не укоряет, это все правильно вроде сказал, но при этом видишь, что человек не напрягся, и неизвестно, там, обиделся, там, еще что-то может быть. Вот. И вот здесь вот важно как раз помнить, что все, что мы делаем, делаем во имя Христова. И если действительно понимать, что Господь среди нас, то не может быть такого, что Господь не известит этому человеку, что вот как правильно должно быть. То, что вот я просто понимаю вот эту ситуацию, когда можно было так заморочиться этим всем. Вот, ты обидел человека, там, начнешь там постоянно в голове эти помыслы там вращать, и в итоге мир теряется. Ну, когда ты понимаешь, что среди нас Господь, если ты что-то сделал, допустим, ну, как ты считал, ну, в меру своих сил, там, разумением, сделал правильно, то Господь не может так просто взять и все это перевести в какую-то... Ну, чтобы все плохо было. Обязательно он и человеку этому, по идее, должен какой-то помысл прийти, что все-таки не надо бежаться на это. Вот надо вот в этом таком состоянии жить, что Господь среди нас. Иначе это просто будет нарушение всего, всех заповедей, наверное. Ну, давайте, да, заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok